привет друзья с вами александр я вас приветствую из-за кадра для того чтобы сразу же ринуться в бой взять быка за все нужные места конечно же за рога и попробовать отгадать где здесь скрывается оригинальный микрофон а где его подражатель вот за этими за этими сумочками бета итак смотрите один вот такой блестящий интересненький юный молоденький а этот как бы уже слегка подгулявший матовый на посмотрите как наклеечки наклеены у них да посмотрели здесь наклейка неровная с как бы в сторону здесь она красивенькая ровная наклейка сейчас возможно сфокусирую если вам друг не видно ну а так если начинать присматриваться то вот смотрите папа первый звоночек как-то странно какая-то как дешевая штамповка то здесь такого нет здесь например смотрите пружинка ржавая такая же знаете подгулявшая но видно что его использовали это тоже использовали пружинка здесь целенькая в общем по весу они друзья мои тоже абсолютно идентичны но вы наверно уже поняли куда я клоню сделали свои ставки и так это оригинал а это подделка друзья да сейчас будем с ней разбираться вам расскажу что с ней произошло но когда я понял что этот парень у нас поддельный я громко помню серчал и матерился говорил ну почему вы же подделываете чем не хватает вот вам 57 58 подделанный так это 57 оригинальный смотрите здесь два отверстия еще раз пройдусь здесь потому что известно в интернете все уже как здесь три дырочки да это sound king вообще который выдает себе за 57 здесь у оригинала все подвижно туда-сюда перемещается как вот так так и вот так здесь вы как бы дальше уже возможно не отличите но просто знаете да что здесь уже в принципе китайцы научились подделывать но мы знаем как отличить подделку здесь больше заморочек среди сколько деталей здесь кажется меньше деталей меньше заморочек да взял штампованный корпус чики-чики засунул туда внутри кстати об этом поговорим и производи себе подделывая делая вот такую вот красивую силу он тоже металлический тоже здесь со своими особенностями да но видимо если модель удачная да то ее наверняка будут подделывать и подделывают начинаем если вы думаете что успех 55 модели это про дизайн то вы правы только наполовину потому что инженером шур удалось предложить потребителям первый в мире направленный динамический микрофон запатентованная эмблема и название юнидайн и что иное как сокращение двух английских слов однонаправленный динамический а дизайн легенды мог бы быть например таким это прототип из 1937 года кстати создатели вдохновлялись дизайном радиаторной решетки автомобилей олдс мобил получилось неплохо вспененный поролон тогда еще не изобрели поэтому роль поп-фильтра выполняла синяя или красная ткань шелк хлопок а позже нейлон и полиэстер вот в таком дизайне с тремя модификациями сопротивления микрофон пережил войну и вплоть до 51 года оставался пухляшом пока не вышла привычная нашему глазу чуть похудевшая форма буква с в названии и обозначила переход к малой главе впрочем изменения коснулись и капсюля фото до и после интересно что элвис пел в обе модификации микрофона но благодаря этой марке микрофоном элвиса в истории осталась все-таки уменьшенная модель новые технологии позволили уменьшить шумы и улучшить а ч х заморочки с сопротивлением под разные нужды например для публичных выступлений двухсторонней связи или радионужд остались правда вместо трех моделей теперь на корпусе с помощью переключателя можно было менять сопротивление а в 1961 году появился знаменитый тумблер включения микрофона кстати конкуренты не дремали и вовсю копировали узнаваемый дизайн вплоть до переключателей в каталогах шур 60-х целая линейка имела название от своего прародителя юни даем а уменьшенный капсюль картридж ляжет в основу самых популярных микрофонов мира sm57 и 58 он окажется настолько удачным что без изменений просуществует 40 лет пока в 89 году его не заменят на современный сменяемый узел картридж в семьдесят восьмом году шур получил разъем xlr а внутри головы расположился знакомый нам вспененный поролон игры с сопротивлением теперь закончились эта модель и называется 55s h в настоящее время для простых смертных доступны две модели sh series 2 которая выпускается без изменений с восемьдесят девятого года и люксовая юбилейная модель супер 55 выпускаемая с 2009 история с юбилеями вообще отдельная тема в основном для щедрых любителей марки например юбилейная модель anniversary edition большая голова внутри впрочем современный капсюль алюминиевый кейс ретро подставка шнур и тираж в пять тысяч пятьсот семьдесят пять экземпляров конечно все они распроданы и доступны только на вторичке гляньте цены на аукционных площадках зато за 354 доллара в 2010 году компания предложила фанатам черную версию 55 делюкса кстати именно в такой и поет на сцене джеймс хэтфилд возможно в будущем по аналогии с элвисом его назовут микрофоном джеймса сегодня его цена четыреста пятьдесят баксов и на этой высокой вольте перейдем ко второму участнику нашего обзора микрофону от монокор стейджлайн dm 065 нет друзья мои никакого стейджлайн сейчас не будет дело в том что я процитировал сам себя и взял отрезок из ролика по двум причинам как минимум во-первых них грех будет еще раз вспомнить историю 55 а во-вторых именно снимая этот ролик если вы там увидите между двух пятьдесят пятых стоит наш стейджлайн как раз таки между этих красавчиков и тогда на этом ролике снимая его я обнаружил то что у меня я даже может быть в конец убедился что у меня как раз таки подделка в руках и горе мое было настолько большим что я не стал его записывать потому что была у меня идея потом сравнить как звучат два типа оригинальных 55 и монокор но в результате на тесте оказался именно этот микрофон ну а с этим товарищем я решил поработать и его что называется усовершенствовать попробовать исправить ситуацию подумал я так раз ты байстрюк незаконно рожденный значит и засунем мы в тебя тоже поддельную мембрану да еще выберем такую чтобы был в принципе нормальный производитель пускай и на алиэкспресс раз ты именно оттуда вот но до мембраны еще дойдем и до картриджа покажи расскажу как ко мне приходило сознание того что у меня подделка потому что мы с вами только что держали их обоих в руках но когда к тебе просто попадает микрофон просто от покупателя вот такой вот сумочки бета думаешь положение ладно ладно в сумочку это теперь уже можно открыть алиэкспресс да вот такую например страничку видеть эту самую сумочку сумочку увидеть а например картонную коробочку не увидеть которая явно показывает нам что это не оригинал вот друзья мои но у меня на самом деле не сумки даже было сначала вот это вот такое маленькое знаете звоночки когда по моему тебя фейк у меня было все с другого микрофон и купил порядка двух с половиной лет назад и он откатал у меня свадьба естественно то есть этого парня в студии использовать не знаю зачем если есть 57 можно все прекрасно им записать то есть какие 58 разве что только снимать клипы еще раз повторю и на живых площадках на свадьбах он отработал все два с половиной сезона но единственное что я начал замечать что резьба это вот большая она хватает только в самом верху и сейчас опять возвращаясь к страничке на алиэкспресс этого микрофона к слову за 3000 мы видим что у него сразу же идет по умолчанию вот такой хитрый переходник возможно потому что здесь все таки несмотря на то что по массе они абсолютно идентичны абсолютно 10 это может быть пару грамм разница здесь все-таки мягкий металл какой-то и она ну банально слизалась съелась эта резьба поэтому хватало у меня на самом верху когда оставил на стойку ну да ладно там где-то на свадьбе придержишь попоешь гостям нравится они с ним фоткаются все хорошо но потом меня это начало бесить вот и окончательно уже ко мне и бесповоротно перешло понимание когда ко мне на тест как раз таки пользуясь случаем я взял этот image stage line и мне достался оригинале собственно уже подтвержденный точь в точь и вот тут поставив их лоб в лоб к сожалению не сохранилась эта запись я понял что нет звук не такой если здесь в оригинале звук плотный полный такой знаете здесь очень взвешенный вверх нет перекоса никакого здесь есть достаточное количество низа да если вы слышите он заплевывается он задувается конкретно если прям дунуть туда в него несмотря на этот поролончик но мой микрофон этот по оригиналу вот именно с той головой которая шла он звук да он был немножечко серединный то есть у него этот горбешник этот гор был в середине и конкретно не было низа а верх был примерно сопоставим с этим когда я отдал по конечно же я отдал его на доработку выбрал голову и его вскрыл мой инженер сейчас диме огромный респект и привет за то что он поколупался и прожил маленькую жизнь вместе с этим товарищем мы вскрыли его да и оказалось что внутри у него голова от bairdynamic bairdynamic opus 660 по моему модель называется то есть именно друзья мои китайцы в соседних где-то там цехах просто передают тут бейры делают подделывают тут пожалуйста в шурики вставляют головы голова даже не поддельная от там 58 какого-нибудь просто вставлена вот такая что подошло по дырке то и подошло я заказал 58 голову с надписью бета то есть опять-таки копию 58 но если заказывать и заказывать самую богатую вот за такую сумму смешно получилось но и по звуку знаете даже производитель заслуживает доверия до авторитетный даже а чеха приводит у себя это очень порадовало и повеселило я вам скажу что чеха похоже конечно же не на 58 но вот звук друзья если вы смотрели ролик про поддельные микрофоны да то что-то вроде такого и намечается сейчас вот здесь вот вы услышите но и было знаете как было вот из этого ролика немножечко дешевые микрофоны а теперь стало из этого же ролика но более дорогой вариант ну и ладно подумал я горемычным будем с тобой вот таким работать потому что еще раз возвращаясь к тем свадебным временам когда этот микрофон стоит на сцене когда он пропущен через пульт через 15-дюймовые там через просто порталы концертные тебе невдомек что ты поешь в подделку то есть накрутил эквалайзером и звук тебе нравится звучит минус ты поешь и ты абсолютно в фаворе но я вас наверно уже заинтриговал уже наверное держу интригу пора же услышать этот звук этой новой нашей головы буду параллельно рассказывать как мы ее вставляли но и вы будете слышать дикторский голос потом что-нибудь напоем поехали поместив их близко близко максимально просто близко используя вот эту вот стереопланку и волшебные зажимы просто щека к щеке сейчас стоят микрофоны я думаю это будет вот максимально честный да сравнительный тест из всех которых я проводил обычные микрофоны там стоят на каком-то расстоянии хотя и наверно повернуты именно в речевой аппарат так вот поставил я их для того чтобы поочередно вы слышали сигнал и могли не знаю или поругать меня зачем ты это сделал и вставил эту голову либо может быть где-то со мной пережить вот это вот это состояние этот опыт пережить итак здесь стоит пятьдесят восьмая башка бета естественно возможно фейк почему бета потому что я захотел посмотреть а как они бету подделывают видео остальные головы я видел интересно что они в бете там засунули и вы знаете да чуть больше верха возможно в этом микрофоне есть он громче на три децибела если сейчас я в оригинал подаю итак это оригинал я сюда подаю 55 децибел усиления напрямую в карточку rme babyface pro то здесь у нас идет 52 децибела и они сейчас звучат на одном и том же уровне это дикторский тест двух микрофонов один из них это фейк в который мы ставили голову от 58 бета микрофонечка а другой это оригинальный вот как есть караочный микрофон вообще какие трудности были когда эта голова приехала кстати бонус то что китайцы кладут две головы сразу то есть платишь 10 баксов получаешь две головы великолепненько приехала голова и она оказалось что посадочное место для этой головы но недостаточно широкая в общем дмитрий еще раз мы говорим спасибо и сголился и сделал переходничок вставил голову сейчас она сидит так что круто даже эффект такой знаете касабельности не так передается в принципе одинаково но все равно нечего стойку цапать руками а как не цапать когда микрофон для живых выступлений ты хопаньки взялся и пошел районы кварталы наяривать ну да кстати это был дикторский голос пора бы пора бы что-нибудь и исполнить вам не буду даже минусовку никакую давать просто так запою сейчас вы видите сигналы наши можно подделать все что угодно сейчас как будто бы у меня звучит сплин какой-то в наушниках я буду сплин петь можно подделать все что угодно кроме небесного светилища тот кто подделает светилище тот опустится в чистилище как звучит это чистилище чтобы ты не захотел здесь спеть все можно исполнить в эти микрофоны главное близко не становиться ведь этот парень задувается но и одна особенность после того как я заменил голову он стал чувствительнее естественно и более знаете такой вот сейчас прям держу я эски внутри себя и буквы п сдерживают для того чтобы не пробивать защиту здесь более он остался таким дебелым 55 оригинальный и его не так продуваешь как вот этот микрофончик как я не знаю как его теперь называть фейко-перефейко переделанный что вам спеть еще на верхних этажах чтобы вы не захотели я так высоко как левс не буду петь левс не буду я левса не буду петь о засыпают дурки котлован котлован это что такое это что за бертона что это за котлован ну в общем микрофоны шелковистые оба вы об этом знаете почему их кстати не хочу почему шурики 55 не хочу и не воспринимаю как именно студийные микрофоны вот эти призвуки я не знаю из этой решетки ли то есть их нет в классическом 57 в 58 зачем нам это эту всю грязь тянуть к себе на запись для живого исполнения ради бога для клипов пожалуйста вот такой опыт такой рассказ друзья мы еще раз вас остерегаю от покупки подделок потому что купив вы не знаете у меня попалась голова например от динамик но опять-таки фейк что у вас попадется что они туда засунут одному китайскому богу микрофонному известно поэтому желаю вам покупать всегда то что вы знаете теперь у вас уже есть опыт вы посмотрели как что-то за микрофон всегда смотрите на модель смотрите на мелкие неточности неровности шероховатости пускай у вас будут звоночки если вам не дадут оригинальную коробку даже не показывают фотки с этой коробкой если вы тем более увидите вот такой чехольчик да в ну откровенно да такой фейковый чехольчик бета то это пускай будут вам звоночки что у вас микрофон не оригинальный потому что полностью по остальному виду кроме того что он блестяшка вы и не скажете что это фейк спасибо за просмотр оцениваете это видео конечно же комментируете может быть вам звук нравится не нравится что мы сделали угадали или нет вообще не прогадали ли лично я уже переделать большего не хочу ради бога на свадьбах мне такой звук подойдет и на прочих музыкальных всяческих мероприятиях я то есть пока успокоился хватает еще микрофонов которые нужно залезть и которых вам я хочу рассказать еще же у нас кубы готовятся к просмотру точнее к обзору а вы готовьтесь к просмотру кубов александр спирит пока канал с микрофоном по жизни увидимся а